Что человек должен делать в тот момент, когда он раскрывает зло в себе? Он ни о чем не должен просить? Послушай. Я хозяин предприятия, и скажем, у меня есть с тобой сделка, и я тебе посылаю или смс-ку, или мейл, или даже письмо, написанное моей рукой, или даже заказное письмо по почте, или даже через адвоката. Есть действия мои, которые я должен раскрыть по отношению к тебе. Что я собираюсь сделать по отношению к тебе, по отношению к какой-то сделке? Это называется, что я посылаю тебе свое мнение, свое ощущение, свое отношение к тебе. Если мы находимся в Творце, кому мы должны что-то посылать? Это словно. Я сейчас должен думать, что я должен сказать ему. Как я ему пошлю через адвоката или сам, письменно или устно, то, что я думаю о нем. Как такое может быть, чтобы мы таким образом относились к системе, в которой мы находимся, каждой своей клеткой и каждым своим капилляром, волокном. Как такое может быть? Поэтому мы должны только понять, что вся наша работа, не то, что я работаю над ним, я работаю с собой. Молитва — это проверка себя, выяснение, кто я. И насколько в этом выяснении, я выясняю в этом самоанализе, что он находится со мной постоянно, тогда называется, что я иду навстречу выяснению, когда в этом выяснении я раскрываю постепенно объединение. Объединение, может быть, в обратной его стороне, в прямой, когда это лицом к обратной стороне, лицом к лицу, и так я прихожу. Конечно же, в пути человек думает, что сейчас я буду молиться, сейчас я попрошу, сейчас я... Этого не может быть. То, что есть в тебе внутри, это твоя связь с Творцом. Я сейчас хочу поговорить о моде. И тогда через эти глупости называется, что я говорю с Творцом. То есть я всегда говорю из того, что находится во мне. Творцом.